Компания «Лукойл» выделит 33 миллиона рублей на ремонт и модернизацию социальных объектов в Рускинской. Поддержку от предприятия «Сургутский район» получит благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве. На средства нефтяников в населенном пункте начнут реализовывать проект музейного парка «Тропа предков». Оснастят мягким ударопоглощающим покрытием детские площадки, оборудуют полосу препятствий на территории местной школы. Удастся также модернизировать местную библиотеку и Рускинской центр досуга и творчества. Отмечу, что в конце прошлого года «Лукойл» выделил муниципалитету 58 миллионов рублей. На эти деньги в Рускинской в этом и в следующем годах построят спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Будем надеяться, что спортивный комплекс с универсальным игровым залом и все, что я озвучивал на этот год, то, что заключено соглашение. Это все, скажем так, будет в совокупности давать очень хороший толчок для именно социального развития нашего, не побоюсь слова, то, что туристического места такого. Отмечу, что нефтегазодобывающие предприятия, которые ведут деятельность на территории Сургутского района, а их более 20, ежегодно сотрудничают с муниципалитетом. Так, например, благодаря соглашению с Роснефтью в Сытомино построили спорткомплекс с скрытым хоккейным кортом. Аналогичный проект при содействии компании планируют возвести и в Лямино. Общество «Сургутнефтегаз» каждый сезон помогает с ремонтом дорог в различных поселениях Сургутского района. «Сургутнефтегаз» – наша основная компания. Это более 40 километров дорог. Это дороги в Ультьягуне и дорога до Тромагана. Дорога Лентор-Сытомина – более 10 километров. Дороги в деревню Русскинская, переулок Таежный и улица Сосновая. То есть вклад нефтяников сложно переоценить в развитие поселений Сургутского района. За это им огромное спасибо. Продолжение следует...